Приветствую, уважаемые зрители, с вами снова Герон, и сегодня у нас краткий обзор на замечательный мод Android.io для Майнкрафта версии 1.7.10, и это будет в высшей степени забавно, потому что разработчик CrazyPants создает самый креативный технический мод из всех когда-либо созданных, что-то на уровне творчества господина Айчуна. Но давайте посмотрим подробно и популярно, что ж тут такого смешного Герон нашел сегодня. Во-первых, в моде появился электромагнит. Крафтится он вот таким образом, этот самый Vibrant Crystal делается из этого, вот это делается из этого и так далее. На самом деле не самый сложный и дорогой цепь на свете. Дальше его нужно зарядить. В него влезает 100 тысяч РФ. Для того, чтобы он работал, его нужно поместить в хот-бар, то есть в вот эти самые ячейки внизу, которые находятся. Зажать кнопочку Shift и правой кнопкой мышки кликнуть на него. Теперь у меня деактивировался магнит, чтобы активировал, еще раз кликаем. Активированный магнит сияет и постепенно тратит энергию. Работает он очень просто, бросая эти предметы, он примагничивает к вам любые предметы, которые находятся вокруг вас. Действует он в радиусе 3-4 блоков, как показали мои тесты. Но это не самое главное. Теперь, ребята, готовьтесь. Для начала нам нужно понадобиться вот эта коробочка, называется Anovat. Ну, что-то вроде перегонного куба. И в нем нужно изготовить специальную жидкость, которая называется вот таким образом. И используется она в качестве топлива. Теперь внимательно смотрите за руками. Скрафтить ее, кстати, можно несколькими способами. Можете выбрать наиболее подходящий для вас. Для этого все рецепты нормально отображаются в Not Enough Items, так что это будет не проблема. Дальше самое интересное. Давайте попробуем вот так положить, например. Гнилая плоть и сахар. Также для того, чтобы машинка начала работать, его нужно полностью вот этот внутренний бак залить водой. Не спрашивайте меня, почему так. Так. Дальше. Мы крафтим, бьем голову зомби и крафтим вот такую коробочку. Дальше начинается смешное. Эта коробочка ставится. Вот таки ставится на землю. И выглядит она вот таким образом. Дайте я сейчас кореативно ежем. Войду по-быстрому. Симпатично, да? И ее нужно залить вот этим биотопливом. И тогда эта самая голова начинает производить электричество в РФ. Все, подключаем провода и к ближайшей батарейке. Как видите, пошло производство электроэнергии. Никогда еще в жизни мне не приходилось производить электроэнергию из голов в зомби. Если честно. Внезапно. Неожиданно. При этом, кстати, конечно же, на него можно правой кнопкой мышкой кликнуть. Внутренне у него видно внутренний буфер, к которому влезают два ведра. Эта коробочка прекрасна, как любые другие машины, взаимодействует с любыми проводами. И он потихоньку тратит ту пищу, которую ему дали. Это самое топливо. И производит 10 тысяч РФ за тик. Что-то... А, нет. Генерирует он примерно 80 РФ за тик. Что, в общем-то, неплохо. Я сегодня чувствую себя Франкенштейном. На этом все, дорогие друзья. Благодарю за просмотр. Не мог не поделиться с вами раз этой, замечай, безумной радостью. Всем удачи, всем пока. И не говорите, что это было упорото. Я безнаю и без вас. На то это и Майнкрафт. Ха-ха. Пока. Пока.